Привет, друзья! Добро пожаловать снова на мой канал и добро пожаловать в видео с покупками, посылками. И мы начинаем с того, что самое-самое полезное. Потому что скоро 23 февраля и я думала насчет подарка своему мистеру, и я сломала всю голову, честно говоря. Потому что я имею в виду, мы женаты уже лет 6, мы давно вместе. То есть все, что мы могли друг другу подарить, мы уже подарили. И поэтому каждый праздник я такая, что мне еще придумать, что-нибудь выглядеть банально там или как-то неинтересно. И я излазила весь интернет, и, друзья, вселенная услышала мой вопль о помощи. И со мной связались ребята из магазина Питшоп, и мне кажется, что мой ринклайт слишком яркий. Сейчас мы попробуем с ним что-нибудь сделать. Да, вот, мне кажется, так я больше похожа на человека. Вот, в общем, ребята из магазина Питшоп со мной связались, они такие, ой, не хотите ли нас посмотреть, что у нас есть. И правда в том, что я уже неоднократно была у них на сайте до этого, до нашего общения. И я видела там много классных вещей. Я думаю, окей, это просто идеальнейшее время, потому что мне нужен подарок. И у них очень много креативных идей для подарков. Очень много всего интересного, необычного, но при этом как бы вот не банальная клюква. Типа, даже не знаю, что привести в качестве примера. Ну, вы знаете, есть подарки, которые, ну, как бы, вот, а там, на самом деле, очень интересные идеи. И я такая, окей, можно всё? Вот, ну, в общем, я остановилась на том. Есть одна вещь, которая мне сразу понравилась. Точнее, ну, в общем, там есть несколько видов, ну, как бы, таких подставок, куда вы вешаете медали. И там была одна такая вот, как бы, ну, полочка для медалей. И на ней была фраза «Never give up». Never give up. Ну, понимаете, как надпись, которая была на футболке Мухаммеда Салаха. Помните, когда мы играли... не помните. Когда Ливерпуль играл ответный матч с Барселоной в прошлой лиге чемпионов, Мухаммед Салах, у него тогда была травма, и он пришёл на стадион в футболке с надписью «Never give up». И эта фраза, которая, как бы, абсолютно культовая для болельщиков Ливерпуля. А я болею за Ливерпуль, если вдруг вы не в курсе. И я, когда это увидела, я такая, боже, это просто идеально. Потому что мой муж играет в футбол довольно много и болеет за Манчестер Юнайт. Я подумала, насколько смешно будет подарить ему такое. Ну, в общем, я держалась с трудом, но, как бы, я смотрю на это и такая, это будет очень смешно с моей стороны. Он, на самом деле, мне кажется, оценил мой юмор, поэтому... Вот, но тем не менее я взяла кое-что другое, но приехала ко мне. Вот, оно приехало. Оно вот такое. Сейчас мы с вами посмотрим, что внутри. Тут есть некоторый спойлер-алерт. Тут написано. Много счастья и немного картона. Итак, в коробке пакет. А в пакете... Так, вот, что у нас внутри. Это большой плакат. Он называется «100 дел Love Edition». Оно открывается вот так. Сверху крышечка, а внутри... Внутри кое-что, что уже выпало. Тут есть вот такая штука, чтобы стирать вот с этого плаката. Нет ни малейшего шанса, что у меня на это видео будет работать реклама, потому что здесь очень много самых разных идей того, как молодой человек может провести свой досуг. В том числе, как он может провести его со мной. Вот, не только. Тут вот есть, например, почитать книжки. Напомню ему как раз. Вот тут заняться греблей и так далее. Так что... Тут очень много всяких идей. Вот можно полежать вместе в ванной, что мы часто делаем, поэтому очень актуально. И поплавать с дельфинами. Чего мы еще никогда не делали. Помогай, понимай, живи, люби, развивай. То есть тут очень много идей того, чем можно заняться. И здесь есть небольшая инструкция. На случай, если мужчина это откроет, такой, типа, что с этим вообще делать? Здесь написано 100 дел. Как это работает? Первое. Выбираете задание. Вот. Второе. Выполняете его и стираете скретч-слой. Третье. Переходите к следующему. И не забудьте любить друг друга. Вот. В общем, здесь есть специальная штука, с помощью которой вы стираете задание. Вот отсюда. И, соответственно, они становятся цветными, и красивыми, и классными. То есть, я как это предполагаю, здесь есть специально штучки-скрепки, которые можно прицепить этот плакат к стене. Я думала, что мы его повесим где-нибудь, например, вот в спальне, здесь недалеко. И просто мужчина мой будет выполнять это все, и стирать, и это будет весело. И тут даже написано, вот как бы здесь есть небольшие комментарии. Спить вдвоем в караоке, поплавать с дельфинами, и станцевать под звуки живой музыки. Мне кажется, это отличная идея. Ну, то есть, потому что иногда по выходным вы просыпаете, такие, типа, чем нам вообще заняться? А тут у нас будет 100 прикольных идей. Ну, то есть, не только у нас. Некоторые из них будут индивидуально для моего мужчины. Вот, в общем, мне очень понравилась эта идея. Мне показалось, что это креативно и классно. Ну, и в целом, как бы, это идея досуга. И при этом это как часть оформления. Мне показалось, что это интерактивно и очень прикольно. Вот, и я кину ссылку на этот магазин в описании к этому видео. И, друзья, у меня для вас хорошая идея. Если вы также ищите подарок для своего мужчины 23 февраля, у меня есть код на скидку 20%. Он также будет в описании к этому видео. Там, на самом деле, не только для мужчин. Там очень много всего. Там есть вещи, которые я хочу для себя, и я когда-нибудь просто их отдельно закажу для себя. Возможно, в ближайшее время, пока у меня есть промокод. Вот, в общем, это моя идея подарка на 23 февраля. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. И сейчас переходим к остальной части покупок и посылок. Привет, друзья итальянные. Добро пожаловать снова на мой канал. И добро пожаловать в вечерное видео с покупками и посылками. Я думаю, что будет полноценное видео без частей. Возможно, я ошибаюсь. Не суть. Итак, наши посылки. Так, и мы начнем. Спойлер на упаковке. Это посылка от марки Елизавета. Я их очень люблю. У них потрясающий упаковок. Я помню одно средство, которое здесь должно прийти. Но не помню второе. Так, и... О, да. Это вот то, что я точно помню, что заказывала. Это маска для волос. Она очень характерная. Мне кажется, она уже культовая. В Инстаграме большинство уже сняли на нее обзор. Но, судя по всему, эта маска просто супер. Цена для волос. Прямо я... Так, после того, как вы моете волосы, вы их сушите немножко полотенцем. Потом наносите вот это средство на волосы и смывайте через 5-20 минут. Вот такая маска, которую можно использовать недолго, а можно долго. Я буду ее использовать, конечно, 20 минут. Я хочу полный эффект от нее. Я слышала, что она просто лучшая маска для волос жизни. Поэтому... Ура-ура ей! Так, дальше... White Crow Glacial Mockery Со свинкой, похожей на овечку. Нанести на лицо до полного впитывания. Вот она. Вот. Если что-то, что крем отличный, поэтому я такая... Окей, 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 окей. Он мне нужен. Вон. Попробую, расскажу вам. И у меня начинает слезиться один из глаз. Класс. Так. О, они мне еще что-то закинули. Я это не заказывала. Так, тут есть два пробничка. Во-первых, черная, как моя душа, маска глиняная. Что хорошо. Всегда хорошо. Дальше пробничек сыворотки. У-у-у, это их адская хрюшка. Гиалуроновая сыворотка. Там где 97% гиалуроновой кислоты. Я обожаю эту сыворотку. Она у меня как раз заканчивается, поэтому очень своевременно. Так. И маска. 24 карата золота. Я обожаю их тканевые маски, поэтому я просто... Счастлива. Отлично. Так, water gel snail с улиткой. Супер. Так, следующая посылка. Не знаю, но посмотрим. Коксер. Black snail коллаген крем. Черная, как моя душа, улитка. Да. Вот она. Итак, это у нас увлажняющий питательный крем от морщин. Экстракт... Ну, как бы вот... Улитки, коллаген и черные бобы. Good. Черная улитка и черные бобы звучат как команда, которая должна работать с этой кожей просто идеально. Да, это крем, который должен... Во-первых, его можно использовать и утром, и вечером, что очень хорошо. И он должен увлажнять и минимизировать, как бы, морщинки, что хорошо и очень своевременно, потому что они у меня есть. Так, дальше. А, The Skin House. Мои друзья, The Skin House. Вот это кто. Так, это сыворотка от морщин. Опять же. Lifting and nourishing. Она должна подтягивать и питать. Я такой очень люблю. Особенно зимой. Вот она. У меня была сыворотка от этой марки. Она была от морщинок, и это была одна из лучших сывороток жизни вообще. Вот. А это... Ой, от прыщиков. Была сыворотка от прыщиков, которая была идеальная. Вот. А это от морщин и питательная, и выглядит очень красиво поэтому. Окей. Так, дальше. Здесь есть тоник, который должен увлажнять и питать. Он должен также успокаивать сухую и обезвоженную кожу. И это то, что у меня бывает зимой. У меня кожа одновременно жирная и обезвоженная. То есть зимой это всегда просто, как бы, шикарно. Ого, он огромный! Он просто огромный! Стеклянная упаковка, что изысканно. Он очень большой. И он такой голубой. И я сейчас на него смотрю, как бы у меня этот ринг-лайт стоит перед камерой. И он на просвет такой красивый, такой... Ох, супер-супер-супер. И тут, кстати, в упаковке есть... Крышечка на него. То есть, видите, он как бы запаян. Вот. А потом можно надеть крышечку. Чтобы, если, например, вы его куда-то с собой берете, он не протек. Так, и... Клэрин Ти Ки Крем. Судя по всему, это крем для зоны Т, который должен убирать то, что у меня на ней есть. Я последние два дня ела чипсы с колой, и поэтому оно такое, типа... Бич! Так, да, здесь Чайное Дерево, Сентелла Асятика и Уич Хейзл. Что, как бы, все это очень полезно для гадкой кожи моей. Так, Нанести Вечером и Утром. Сферанс. Я попробую. Я попробую, я вам расскажу. Я надеюсь, что оно зайдет. Ну, как бы, зная эту марку, я думаю, что оно зайдет, потому что мне нравится все, что они делают. Так, и тут есть еще пробники. Пробники, потому что мы все любим пробники. Так. Heaven Toner. Райский тоник. Это очаровательно. Убирает морщинки и улучшает цвет лица. Супер, 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 супер. Так. И также здесь есть... Anti-wrinkle and Vitalize Care. А, это сывороточка. Сыворотка для лица, которая также должна улучшать все, что здесь происходит. Что было бы очень классно. Так, что окей. И спасибо. Прикольно. Очень, очень приятная посылочка. Так. Дальше был небольшой набег на Mac. Mac. И я взяла три карандаша для губ, потому что это то, что я делаю. Первый оттенок Etc. Etc. Не так понялись, потому что я их несла в сумки, а я такая... Вот. Это как бы такой приятный теплый нюд, потому что мне всегда нужны нюдовые карандаши для губ. Потому что я довольно часто нашу нюдовые помады. Я не всегда нашу красные помады. Мне нужны нюдовые карандаши. Он очень теплый. Мне понравилось, что он очень теплый. У меня в буквальном смысле нету карандаша для губ такого оттенка. Я его искала, не могла найти. И тут я его обрела. Я такая... Маленькая кошка лежит вот здесь рядом на батарее. И она такая... Скажи спасибо, что я не пою Лану Далрей. Так, к слову про красные помады. Приоритеты. Я взяла карандаш Red D с двумя D. Я на него некоторое время засматривалась. Я подумала, почему, черт возьми, нет. Это теплый красный цвет, потому что он мне нужен. У меня есть всего один такой красный карандаш теплого оттенка, который у меня есть. И это Ardeco из коллекции с D.F.N.T. Соответственно, он давно снял с производства. И, ну, как бы, мне нужна замена, которая... Ну, если что, если я, например, делаю макияж, и мне нужно вам рассказать, мне всегда неловко говорить, типа, «У, да, это была лимитка, но вот я и пользуюсь. Она лучшая на свете, но я не знаю, что еще порекомендовать». Вот, теперь у меня есть для этого замена. У меня будет карандаш MAC для таких случаев. Я так его буду называть, Reddede, потому что... И второе, это оттенок, который я хочу купить столько лет, что мне вот прямо как бы... Я помню, как Кэнди Джонсон на своем канале сколько-то лет назад говорила, что это лучший красный карандаш жизни, и что они у нее постоянно кончаются, потому что она постоянно их носит. Это просто лучшие карандаши. Это было много лет назад, и я такая, «Мне нужно его купить срочно!» И вот как бы только сейчас у меня до этого дошли руки, я подумала, раз уж я это делаю, go big or go home. И вот я взяла Cherry. Это холодный, немножко более темный красный карандаш. И да, это идеальнейший оттенок. Я просто не могу дождаться, чтобы его использовать. Также я позавчера сделала маникюр, и он под цвет этих карандашей. Я просто... Это идеально. Была в салоне Nails Up на академической. Они мне так нравятся. Они такие ровные и такие красные. Я просто... Кину ссылку у них в описании видео, вы знаете, как это бывает. Я там же сделала педикюр такого же цвета, но ноги я вам показывать не буду, потому что... Потому что... Ну и, естественно, какое видео с посылками без Фиберлик? Первое, что я взяла, это брюки. Я заказывала такие же, только синие. Какое-то время назад. И они отличные. Они отличные в плане качества. Они хорошо сидят. Вот. И моя мама такая... А можно мне такие коричневые? Я такая, конечно. Потому что они классные. Они на самом деле хорошего качества. Они хорошо сидят. И они хорошие в носке. То есть они как бы не то, что там вы два раза надели, а они там надели, и у вас там швы начали рахать. Нет. Это на самом деле качественная, хорошая вещь. Они немножко стрейч, поэтому они сидят как надо. Вот. Поэтому я взяла такие же коричневые. Порадовать свою мамочку. Вот. Светы мне, кстати, нравятся. Я на них смотрю, я думаю, возможно, мне стоит заказать такие же и себе. Потому что коричневые брюки зимой, мне кажется, это идеально. Я в целом ношу... Ну, вы знаете, я ношу либо черные краски, либо такой бежевый, коричневый. И вообще, я думаю, что я закажу такие же и себе. Так. Дальше я взяла колготки. Потому что я регулярно заказываю у них колготки. Они хорошие. На самом деле, в плане качества. Не все колготки хорошо носятся, честно говоря. Но эти отличные. Вот. Поэтому я взяла вот такие. Они называются Пайпельс. Артикул 820162. Дальше вещь, которая мне нужна срочно была. И, наконец-то... То есть, она у меня закончилась буквально неделю назад. Я такая, господи, я не могу жить без этого. Это жидкий стиральный порошок для черных вещей. Опять же, я ношу очень много черного. И мне очень понравился этот жидкий порошок. Жидкий стиральный порошок. Потому что с ним цвет... Это звучит, как реклама из 90-х. Но на самом деле, с ним черные вещи остаются черными. Они не вымываются. Если вы часто носите черные вещи, то вы понимаете, о чем я. Несколько стирок, и они уже не настолько насыщенно черные, как моя душа. А с этим они остаются черными. Поэтому я сказала снова. Это как бы мастхев для меня абсолютнейший. У Фаберлик в целом очень хорошие средства по уходу за домом. То есть, стиральные порошки, средства для мытья полов, посуды и так далее. Они очень качественные. У меня когда люди спрашивают, ну там, в обычной жизни, там, коллеги, ну, кто заказывает Фаберлик, типа, что заказать в Фаберлике такая? Ну, как бы косметоз, да? Но вот бытовая химия у них просто потрясающая в плане качества. Просто потрясающая. Так, и еще я взяла... Потому что у вашей подруги не может быть слишком много помад. Вы знаете меня, мне нужно еще. У них вышла эта потрясающая новая линейка. Make up your days. Я, вы в прошлом видео видели, там есть палетки теней, там есть жидкие помады, там есть блядьки для губ. Там также есть тушь и тональный крем и пудра. Вот этого я еще не брала, но я думаю, что я закажу. Вот, и у них есть обычные помады. Я такая... Why not? Я взяла три оттенка, потому что, опять же, у меня нет самоконтроля. Первый оттенок это 40619. Упаковки, во-первых, мы можем просто... Очень красивая. И вот форма помады просто невероятная. Вот, это такой холодный розовый оттенок. Мне кажется, на каждый день это просто настолько идеальный цвет. Я думаю, безусловно... У-у-у! Она магнитная. Класс. Следующий оттенок это 40623. И это более насыщенный розовый. Потому что иногда хочется такой более насыщенный теплый розовый. Мне кажется, что это должен быть такой красивый носибельный цвет. Он довольно теплый, розоватый. Мне кажется, должен быть удачный. Я в целом изначально хотела заказать всю коллекцию, потому что там такие красивые оттенки. И я подумала, окей, я начну с трех. Так, и последний оттенок. Я думаю, что мы все знаем, что там будет. Итак, это 40620. И это... А, я думала, что я заказала красным. Нет, это... Немножко розоватый нюд. Потому что why not? В отличие от 40619, это немножко более теплый оттенок. 619 более холодный, и 620 более такой теплый нюд. Но в целом оттенки похожи. Вот таких розоватых. И этот немножко более сливовый, я бы сказала. Сейчас я на них смотрю и пытаюсь нормально их описать. Вот. Это мой заказ с выберлик. Надеюсь, что вам было интересно. Так, если на этом все, то спасибо большое за просмотр. Хорошего дня и прекрасного настроения. У меня на губах сейчас помада Vivienne Sabo. из линейки Modern Ballerine оттенок 01. Также холодные розы, потому что мне в последнее время прямо... Люблю такие цвета. Вот. Если это не конец, то увидимся во второй части. В общем, друзья, спасибо вам большое за просмотр. И пока-пока.